Картина длиной 70 метров, самая длинная граффити в Ленинградской области, сделали в Сосновом Бору. Художники, расписавшие одну из стен, считают, что стрит-арт должен быть не вандализмом, а настоящим уличным искусством. Они выиграли президентский грант на продвижение своих идей. С подробностями Мария Полухтина. Раньше эта стена выглядела серо и кое-где красовались непонятные надписи. Теперь победа. Три художника, два дня работы и 500 баллончиков краски. Столько граффитисты Соснового Бора потратили на эту композицию. Руководитель местной арт-студии «Гаргона» Никодим Антонинов рассказывает, что без хулиганов уличная живопись не появилась бы. Мы в этом году выиграли президентский грант в Стоквандал. Это проект, направленный против вандализма. Сейчас мы восстанавливаем, делаем акции антивандализма, проводим семинары, лекции. И, конечно, творят и учат этому молодое поколение. Всего в команде Никодима около 20 профессиональных граффитистов. В Сосновом Бору и по Ленинградской области они преобразили около 100 объектов в течение трех лет. В осеннюю, холодную и почти снежную погоду. Например, ту, что застала нас в Сосновом Бору, художники не рисуют. «Экопункт» — это такой проект, совместно с нашей организацией мы воплощаем, где мы делаем лектории, собираем мусор с ребятами. И такую пропаганду обширную ведем по раздельному сбору мусора и экологической культуре. Граффити проекта «Экопункт» — самая длинная в Ленобласти. Почти 70 метров разрисованной стенки. Сосновоборским уличным художником подвластны любые полотна, будь то маленький камень или фасад многоэтажного дома. Главное, чтобы это была хорошая идея, хороший мастер, ну и, соответственно, хороший объект. Президентский грант — это не единственная поддержка граффитистов. В течение пяти лет арт-студия «Гаргона» выигрывает грант губернатора Ленинградской области. Реализованный проект — три лучника из известной сказки на фасаде детского сада номер 9 в Сосновом Бору. Никодим уверен, жителям нравится. Всех вдохновляет, творческую активность, всем очень нравится. Все начинают сами что-то делать, двигаться, создавать, рисовать, особенно дети. Это искусство, которое у нашего времени, которое действительно зарождается и в будущем будет самым востребованным. Планы у команды «Гаргона» грандиозные. Развивать стрит-арт как социально полезное искусство, частично восстановить форт «Серая лошадь» и выиграть еще один президентский грант, чтобы купить баллончики с краской на государственные деньги.